Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Ну что же, наконец-то приехал ко мне чуть больше месяца, заняла доставка с AliExpress Redmi Note 4, соответственно, на Helio X20. 64 гигабайта, разумеется, я себе взял, и смартфоном я буду пользоваться лично. Хорошая новость, это не обзор, это распаковка, я просто хочу рассказать свой опыт использования, как я купил. Я очень давно не покупал на AliExpress телефоны, сейчас я это сделал, я воспользовался еще кэшбэком, мне вернется сейчас порядка 750 рублей через, соответственно, Letyshops. И продается, кроме того, что положил еще бонусы, единственное, что я забыл, когда покупал или не было, бывают еще скидки, купоны, там от 20 долларов 2 бакса, например. То есть сейчас вот этот телефон, если покупать, то магазин Top One Digital Store. Кстати, хороший магазин оказался вполне. Смотрите, 186 долларов, 187 это реальная цена, по которой сейчас можно купить 64 гигабайтную версию, по-моему, в серебристом цвете. Самое дорогое, 200, это с чехлами и так далее. Но чехлы продается положил в комплект, реально. Можно получить какие скидки, купоны, например, 2 доллара, лишним они тоже не будут. Получили, воспользовались. То есть если минимальную комплектацию берем, то тогда вообще будет уже не 186, а 184. Реально, без прикола. То есть вот смотрите, у меня там какой-то крошки висели еще, там 318 рублей. Вчера просто я подтвердил заказ на Алиэкспресс, он со временем обязательно упадет, и я выведу деньги. У меня будет 745 рублей экономия. Брал я за 195 долларов. То есть вывести можно как угодно, вебмани, там, Яндекс.Деньги, ну или просто на карту, само собой. Самое главное. Самое главное, то есть что, когда вы покупаете на Алиэкспресс, важно пользоваться всеми этими скидками. И выгодно это или нет. Когда я покупал его месяц, шел месяц и 5 дней. Приехала компания СДЭК, привезла точнее, хотя написано там другая. Ну это хорошо. Во-первых, они позвонили за 2 дня, мне предупредили, что в понедельник позвонили, в среду мы вам привезем. В среду позвонили за час, реально. Сказали, мы можем быть у вас там через 40 минут или через час. То есть мне очень это импонирует. Кстати, тот же вот Redmi Note 3 Pro, хорошая новость, это на Snapdragon, соответственно, будет сравнение. Будет сравнение 4 и 3. Третий он из GearBest. Он беспроблемный, тоже MIUI 8. Оба телефона при включении обновились. То есть это еще больше. MIUI 8 была на обоих. Но пока Redmi Note 3 Pro я отложу, о нем речи сейчас не будет. То есть вот именно этот, у этого продавца телефон, судя по всему, оригинальный. К моему глубочайшему сожалению, есть такой сайт gd.me.com. Я искренне попытался проверить его оригинальность. Там косяк. Там не дает скачать приложение. И когда я скачал, собственно, приложение с сайта MIUI России, оно мне не отсканировало. То есть это мне просто чисто обидно. Какая-то фигня, если честно. Такие серьезные компании. Я не знаю, косяк на честь стороне GD. И, ну, реально, вот я скачал программу, вот это не скачивается. Я не могу проверить оригинальность. Вы дает ошибку. Скачал файл, АПК-шкод, то есть проверка. Он также не сканирует. Может быть, версия устаревшая. Поэтому я не могу проверить его оригинальность. Ну, судя по тому, что перевод абсолютно полный. При включении прилетело обновление. И никаких проблем нет. MIUI, соответственно, 8. Второй экран, конечно, это прикольная штука. Мне очень нравится, кстати. Со сканером только что-то как-то не всегда срабатывает. Я понять не могу почему, честно говоря. Потому что должен срабатывать вообще без проблем. Но я об этом в обзоре расскажу. В остальном каких-то проблем с ним не наблюдаю. Четверочка очень приятная, интересная. Я знаю, что часть людей просто абсолютно не признают медиатег. И в чем-то можно согласиться. Например, действительно, Snapdragon 650 и 652 на примере Mi Max. Это чудовищная автономность. Mediatek так не умеет. Кроме того, Mediatek показывает чуть меньше результаты. Ну, порядочно. Если здесь 130 тысяч баллов в Antutu выдает. Если я ничего не... А, нет. Это... Я что-то погоричился. Это у меня другой ZOOC 2 лежит. Там 130 тысяч баллов. ZOOC 2 будет обзор. Здесь 86 тысяч на, соответственно, Helio X20. Суть. Давайте про упаковку поговорим. О том, называется как распаковка. То есть приехал в конверте. Вот так вот весь запечатанный комплект. Комплект простой. Смотрим. То есть, что у нас тут? Зарядка. Продавец положил. Ну, зарядка и кабель. USB, microUSB. Не Type-C, а еще microUSB пока. Вот. Информация, если кому нужна насчет оригинальности. Может быть, кто-то сможет по коробке. Хотя, честно говоря, так и не понимаю, что такое неоригинальный поддельный смартфон. Мне кажется, их не подделывают. Все делаются на Foxconn. Хотя могу ошибаться. Я так глубоко не копал. Переходник на нашей розетке. Продавец бесплатно положил силиконовый чехол. Давайте его померяем. Молодец, конечно. Да, по деньгам я так и не рассказал. Короче, обошелся он мне в 12200 рублей по текущему курсу. 195. Единственное, я забыл еще или купонов не было, или не воспользовался. Если с купоном, даже 2 бакса, говорю, сейчас можно сэкономить. Купить за 184 минимальную сборку. Кэшбэк. Не забываем. Реально. Возвратится 700, там сколько я показывал, 750 рублей. Это тоже очень круто. В итоге он мне обошелся, обойдется. Ну, сейчас вернется кэшбэк. Я его увидел в 11500 рублей. В Москве, когда я его заказывал, он стоил... Что со сканером? Я понять не могу. Короче, когда в Москве он продавался в 64 гигабайта, минимум 14. В самая дешевая цена по индекс-маркету. Я за него отдал 11500. Знаете, разница достаточно неплохая. Другой вопрос. Я никого не уговариваю, никого не советую. Ну, куча людей заказывают и на Алиэкспресс, и в Гербестах, и там в Бэнгудах, и так далее, и так далее. Там свои плюсы тоже есть. Кроме Алиэкспресс, там бонусы продавцы не дают. Цены чуть выше. Ну, там, например, PayPal используется. Есть свои плюсы, свои плюшки у других магазинов тоже. Здесь же мы, если говорим о конкретно этом продавце, Top One Digital Store, мне продавец понравился. Единственное, он два дня не отправлял заказ, но я не стал напрягаться. Все понимаем, может быть, заказов куча. И у него, кстати, таких продано 1139 штук. Это тоже достаточно много. То есть, два дня заказ не был отправлен. Я следил через положение, потом отправил. И продавец две, это не стекла, это пленки, судя по всему, также положил бесплатно. Я понимаю, что это все стоит копейки. Ребят, реально, пленка стоит, там, центы какие-то. Чехольчик простейший стоит тоже там полдоллара, грубо говоря, доллар максимум. Но то, что люди положили, пленка, это не стекло. Как бы фигня. Ну, тоже, как говорится, спасибо и на этом. Итак, суть. Я себе купил. Кстати, распродажа, соответственно, 11-го. Сейчас я вот 10-го снимаю. Ну, я 11-го ролик, наверное, выпущу. Распродажа на Алиэкспресс. Не буду вас грузить, к тому же я начитался. И знаете, некоторые продавцы реально сейчас цены позавышали. Я смотрю, когда на этот Redmi Note 4. 220 долларов. Потом скидка, бах, там, огромная. И получается та же самая цена 186-187. Короче, так что, если вы хотите Redmi Note 4 брать, у меня с этим продавцом проблем не было. Реально. Вот тот продавец, которого я говорю и у которого я купил. Единственное, я ждал месяц и 5 дней. Это долго. С Gearbest, например, мне приходят из Banggood иногда вообще дней за 14-20 максимум. Здесь что-то очень долго. Но, хотите сэкономить, то, в общем-то, ждите. Ссылки на продавца, конкретно у которого я взял именно эту модель, я оставляю. Ссылку на магазин оставляю и ссылку на кэшбэк. Единственное, ребят, кэшбэк, кто, если уже установил, скачайте приложение на Google Chrome, если пользуетесь. Ну, там и другие браузеры. Яндекс.Браузер, Safari. Приложение, оно... Вы, например, зайдете купить, ну, не знаю, там, шины зимние для автомобиля, детскую коляску, да что угодно. Там тысяча магазинов. Ну, все мы покупаем иногда крупные вещи. Если здесь 7,5 вернулось, 750 рублей, то если вы купите, ну, покупки разные. Понимаете, кто-то ремонт, может быть, делает, у кого-то там на 50 тысяч покупка. Кэшбэк разный. Вы реально можете достаточно много вернуть. Я думаю, все знают уже, это реально не прикол, не обман. То есть, деньги возвращаются. Часть денег вам просто возвращается, можно перевести на банковскую карту. По самому телефону пару слов. Ну, мне очень нравится. Да, можете сказать, что я такой фанат, поклонник Xiaomi. Единственное, блин, опечалился. Redmi Note 3 нормальный динамик, был тыловой здесь. Так как я любитель поиграть, я играю, в принципе, по большому счету, только в две игры. Modern Combat и Modern Conflict 2. Всего лишь. Обе вот так вот называются. Один шутер, соответственно, World of Tanks я не играю. Я скачал исключительно для вас, для тестов. Я в нее не играю, она меня не цепляет совершенно. Так вот. И что могу сказать. Динамик не нравится, что его перенесли с этого места сюда. А в остальном, конечно, очень зачетно, очень классно. Экран получше. Я ставил на максимальную яркость. И, знаете, могу сказать, что... Чего он меня обратно сбрасывает в это? Ну, вот сканер, блин, я не пойму, что с ним такое. Чего за фигня, короче. Сбрасывает меня постоянно в первое пространство. Экран поярче. Не из-за того, что я сейчас здесь делал меньше яркость, а здесь больше. Но реально вот Redmi Note 3, Redmi Note 4 экран поинтереснее. А так, тот же сканер отпечатков пальцев, тот же инфракрасный порт, динамики, как только что высказался, перенесли. Кнопки управления те же, по габаритам они, кстати, схожи. Ну, отличаются немножко, видите, здесь изогнан так, как у Samsung, как у, соответственно, у Mi 5. Короче, аппаратик зачетный. С удовольствием буду пользоваться. Надеюсь, он меня не разочарует. Я еще толком не успел с ним походить. Реально, поснимаю, потестирую все. MIUI 8 прикольное. Ну, ладно, тогда все. Ждите полноценный обзор на Redmi Note 4. Да, разблокирует, но не такой быстрый сканер. Разблокирует, конечно. Ну, видите, время проходит. Ладно, счастливо. Так что, насчет этих скидок, распродаж смотрите сами. Скидки проходят, может быть, что-то для себя интересного найдете на том же Алиэкспрессе. Счастливо.